Пётр Шалаумов. Пётр Шалаумов у нас представитель творческой нашей молодёжи, интеллигенции. И у него есть книга уже под названием «Сто два». Да. А чему «Сто два»? «Сто два» с моплолением. Всё просто. Не стал. А никаких, ну там, сто два... Были какие-то мысли, но потом решил так всё упростить. Да. Ну правильно. Чем проще, тем оно как-то... Ну и объяснять, всё время спрашивают, уже ничего не надо. Какие... Какой материал вошёл в эту книгу? Может быть, какой-то тематический или общий, или за какой-то период времени, или... Там собрано за 20 лет то, что я писал. Наверняка ведь не всё, то есть по какому-то принципу он шёл. Не всё, не всё. Самые такие, на более хорошие я отобрал, которые мне понравились самому. Вот это где-то не существовало года. Вот у меня как начало, мне было 10 лет. Тогда вот. Потом вот накопилось и решил. Вот. Повторец был долгий вообще-то так сам по себе. Ну, якобы. Скажите, вот можно сказать, что эти стихотворения в какой-то мере... Даже можно где-то их назвать хулиганскими. Можно где-то назвать, что вы специальные приёмы применяете. В частности, индифференцированную лексику, так сказать. То, что у нас очень сильно любит, допустим, наш Сергей Шнуров в своих стихотворениях тоже использовать. Можно пригласить ещё и другой Сергей очень любил и отлично умел применять, поэтому это дорого. Как вы думаете, для чего это написать, если у нас поэтка? Ну, то, что вот у меня было в душе, то я и писал. То есть, не было такого специального тела, так вот, что есть в душе, то я и пишу. Да. То есть, так всегда происходит. Вы пишите только в стихах? Прозу не пишете? Пока да. Но прозу надо время. Надо время, а времени пока нет. Но были какие-то такие опыты на писание? Были, они есть, они где-то сейчас... Небольшие очереди, рассказы. На полке лежат далеко, пока время будет, потом к ним вернусь. Ну, заменки, наверное, какие-то, которые могут выйти. Где-то уже такие, уже прямо, начало хорошее есть. Это потом как-нибудь на пенсию, что я... Ну, вообще, вот сами как для себя считаете, ваше увлечение стихосложением, скажем так, это серьёзное? Серьёзно, да. Потому что я, когда первое стихо написал, мне прям вот, я уже захотел тогда начать заниматься серьёзно. Я сейчас даже найду эти стихотворения. Пожалуйста, пока ищите. А мне очень интересно, у вас какое образование по профессии? Образование у меня два, даже три. Техникум горный институт, электрик инженер. Ну и охрана туда. А работаете сейчас вы где? В шахте работаю. А вот ваши коллеги знают об этом вашем облике? Знают, но не все, но большинство уже знают. И что говорит шахтёр? Поэт шахтёр, как решено, прям. Он тоже у нас поэт шахтёр. Ну это, видимо, традиция, да, наша Березняковская. Взращивать не только шахтёров, но и шахтёров поэтов. Ну, просто так совпало просто. Ну, это тоже, говорят, все случайности не случайны. Поэтому... Возможно, да. Вот самая первая ваша. Я нашла ВКонтакте на ваших страницах. Можно мне наконец-то что-то, что-то я имею в виду? Это я, кстати, уже читал у вас. Ну, ничего страшного. Можно самая первая. Вот для нас с Еленой. Это было 24 года назад уже почти. Мне было 10 лет. Был такой знаменательный, 96-й год. 96-й год, да, мне было 10 лет тогда. Давайте начнём. Ну, я тут постарше была. А я помладше. Разлука, разлука, разлука. Ты разлучаешь меня с моей любовью навеки, Которая любит меня. Мучения, мучения, мучения. Опять забирает к себе. И вспомнил я девушку эту, С которой расстался в огне. Я верю, я верю, я верю, Что мы с ним увидимся вновь. И выйдем на танец патушку. И снова вернётся любовь. То есть... 10 лет? 10 лет, да. Как это вообще было, Я сам её никогда не помню. Но вот оно появилось. Да, и вот я показал бабушке своей туда ещё. Она сказала, молодец. И вот прям вот после этого у меня началось вот... Ага, очень интересно, 10 лет. Я прямо в ступор впала. 10 лет я ещё в куклы играла. Какая любовь и разлука. Ноту. Вот это же всё-таки не каждому дано, 10 лет. Ну, не знаю, кому как. Вот получилось. А что... Прочитайте ещё что-нибудь из любимого. Я не помню. Честно, я не помню. У меня номер 29 ваше стихотворение. Они все идут по номерам в книге. То есть мы сегодня читаем ваше любимое Любой. Нет, не с того, что есть на страничке. У Петра выложено в открытом доступе. Полную версию книги, я так понимаю, автор продаёт. Её можно уже купить и почитать. По номерам, то, что вот как я и писал, номера послаивал, так они и вошли. В книгу. В книгу. То есть тут ничего тоже сверхъестественного нет. Так, 29 номер, да? Надеюсь, про шахту. Нет, это тоже про любовь. Тут всё про любовь. Вот когда вот я писал... А про любовь в шахте есть? Про любовь в шахте нет. Про любовь в грудине в шахте. Про любовь в шахте. В шахте. У меня есть такие, которые в шахте записаны были. Ну и сейчас их тут нет. Да, но они есть. В книгу они попали? В книге, да, они есть. А вы перескажите своими словами в шахте о чём не читалось? Да всё о том же. Лирика. Лирика была. То есть в шахте про женщину? Ну, не без этого. Не без этого. То есть у меня... Сначала о ТВ, а потом о женщинах. Да. Всё в шахте-то. В любом случае. Сначала, да. Иначе можно... Ловко делать, конечно. Тогда мне был такой период в жизни. Ну, я много думал про это. И вот сидел, когда время было свободное, записывал. В шахте. Да, вот сидел просто на рабочем месте, когда у меня работа была такая... Сделал и писал. То есть штук 5-6 я написал за это время. А вот интересный сразу такой вопрос. А за что наши березняковские поэты, можно сказать, и старые где-то формации, можно сказать, и традиционного стихосложения, направления, они почему-то вас как-то не очень-то любят? Вопрос почему? Я даже не в курсе про это вообще. Ну вот, теперь ты тут интриги развела такие. Я даже не в курсе про это вообще. В социальных сетях прочитали мы статью у Александра Бабина, нашего тоже березняковского автора, он тоже бывал у нас здесь на ток-шоу. И он написал статью под названием «Шалововщина», что вроде как человек пишет все, что хочет. Но по сути дела, ведь в этом и все творчество. Все так, мне кажется, пишут то, что хотят. Кто вам разрешил вообще писать, что вы хотите? Сам себе и решил. Свободный человек в свободной стране, правильно? Да, потому что если писать то, что, как тогда вообще жить? Все правильно. То есть, я хочу вот написать, мне вот это станет легче, мне вот я вот сам это уражаюсь так. Да, а своим коллегам вы читали в шахте? В шахте коллеги читали сами, то есть у них книжка моя есть. Ну, досуги. Да, читали вот у меня в соцсетях есть, как бы читали. Ну и что говорят? Да все празднованы. Кто вот так же отзывается, кто нормально. Кто его назначил поэтом? Да, Бродского. А есть такое вот вообще вот где-то вот в хулиганских даже, скажем так, стихах, где-то в таких философских размышлениях, там, ну, есть различные, скажем так, мнения по поводу этих стихов. Кто-то может назвать это, что философия ниже пояса, допустим, на мой взгляд, это в принципе где-то и ирония используется. Люба, зачитай самому. Понимаете, вот есть... Шальные стихи. Шальные стихи? Ох, с матом. Закиняем. С матом... Ну, там, наверное, можно паузу актерскую сделать и мы поймем. Ну, не все. А, не все поймем. Но можно... Ну, зато будет интрига. Запикать можно, да. Мы можем сказать, что оригинал, можно будет это увидеть. Пределы все есть, тактика, вы можно почитать спокойно. В контакте отрывки, например, были выложены у Петра на странице, да. И здесь, в принципе, очень много всего. Ну, если, в частности, вот что-то такое есенинское, мне вот сегодня я увидела вот такое стихотворение, номер 33. Помолился с утра предыкону, замолил вчерашний грешок. Я вчера с проституткой убогую изучал свой последний стишок. Прочитав, она засмеялась, закатила хмельные шары. Надо мной каза надругалась, да еще кругом комары. Психанула она во конечности, назвала идиотом меня. И потом гнилые конечности, умысла я неизвестно куда. Посидел я в глубокой беспечности, до утра под бочком у другой. С ней минуты длилась как вечности, будто стала она мне родной. Это очень что-то жизненно, которое мы обрадуем. Видите, наш режиссер даже говорит, что жизненно, ему надо верить. Это кому как, да. Это, кстати, да, очень сюжет несения на вопрос. Вот каждое восприятие, оно прям вот как там есть. Это просто вот есть такое состояние души. Да. И не знаешь, как его, куда его деть. И начинается вот это вот с описания начинается. Неважно вот про это вот или про другое вот какое-то другое. Просто вот начинаешь писать, чтобы было легче даже. Мне жалко, что все-таки про шахту у вас нету, потому что там особое состояние, там время по-другому течет. У меня про шахту есть, есть. Там боишься, думаешь о смерти, наверное, да? Не думаешь, не думаешь. Если будешь думать, то это обязательно произойдет. Ну, вообще, я как бы не думаю про это никогда. Да, мне кажется, столько работы, что о смерти. Сейчас-то я работаю, как вот уже положено, не как вот раньше я сидел, писал. Сейчас уже по-другому. Да, сейчас все по-другому. Сейчас уже работа такая серьезная. Понимаете, про любой стиль пишет. А про шахту? У меня есть одна про шахту есть, но я его не помню. Ну, про нее хотя бы. Честно, не помню. Я потом его вам покажу, обязательно. А вы знаете что, вы напишите, пожалуйста, про шахту, выложите в комментариях. Вот заинтриговали, вы не представляете, даже я хочу. Я дочь шахтера, и для меня шахта всегда... Это была как песня, раздумывалась, как песня. Но песня из нее пока не получилась, но обязательно, наверное, скоро получится. Там страшно? В шахте? Нет стихотворения. Нет, там все по-другому, кабы, все чисто про работу, про работу, про нашу нелегкую. У нас в Березниках был известный тоже поэт Юрий Кузвесов. Он писал именно про стихи, так сказать, выданные на гора, как говорят шахтеры-верняки. Вот, может быть, что-то подобное, на самом деле. Ну, посмотрим. Я читал лишь, что я читал, у него есть хорошие стихи. То есть, и про шахту есть у него, и про все. Понятно, что я не прошу вас в советском понимании. Знаете, я так скажу? Производственные, значит, как ветеранру, да? А что значит, опять же, в советском понимании, даже в советском понимании, это была советская жизнь. Они ведь не писали под заказ советский. Они жили в этом, они так и писали. У каждого времени свои герои. Да, у каждого времени в своих каких-то рамках... То есть, то, что я вижу, то я пишу сейчас. Да, вы сейчас видите, это пишите или чему-то. Так же и они в советское время. Они ведь не брали, они ведь искренне это чувствовали, и они искренне это писали. А вот это стихотворение, на мой взгляд, оно у вас прекрасно подойдет сегодня под завершение вашего... Но они туда-туда, все у меня. Ну, нет, его вот так вот пролистать нужно будет. Вот это первая часть у вас здесь, это вторая часть. Вот. А люди ждут. Вы думаете, это много? Да почему бы нет? Это хорошая философская завершение. Это же готика, это же глима, готика, это же храм. Да, кто-то просит. Да. Кто-то просит. Это прямо свежее, буквально вот. Да. А люди ждут, а люди ждут, когда же обретут уют, когда закончится тоска, что вот пришла. Они все ждут, они все ждут, но лишь клубичинский уют они скорее обретут, ведь жизнь у многих-то уже почти прошла. И на могилах их цветы вдруг зацветут, необычайной красоты, ведь их все ждут. А тот-то их потом сорвет, пример подаст, на жизнь, чтоб денег наскрести, пойдет продаст. Не жди, когда к тебе придет счастье само, его никто не принесет, несут дерьмо. И чтобы счастье обрести, и чтоб на счастье наскрести, возьми и просто не реви, живи. Вот хорошая сцена. Тоже, живи. Спасибо. Спасибо. Тогда добрались, ну дерьмо, хорошо. Да, так много стало. А не надо ничего просить, надо делать, бери, делай сам, все, пожалуйста, все в наших руках, каждый делает то, что хочет и то, что может. Осталась наша визитка для ВинВин радио. Сейчас, пожалуйста, назовите еще раз себя, чем вы занимаетесь, увлекаетесь, по какому телефону можно с вами связаться и по какому вопросу, если вы захотите. Вот, пожалуйста. Зовут меня Петр Шоломов. Я поэт. Если вам что-то сказать, ищите меня в ВКонтакте. Есть страница социальная. Там все мои данные, все мои стихи. И связь через социальные сети. Спасибо большое. Ну что ж, наши дорогие зрители сегодня. Да, мы завершаем 16 выпуск нашего общего городского делового ток-шоу ВинВин Лайф. Время поветело. Время поветело. Время поветело. Сейчас все незаметно. Мы были рады снова с вами встретиться. И приглашаем вас к экрану в следующий четверг, 16 ноября. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok